В сентябре 1792 года у берегов Таманского полуострова бросили якорь и лодки переселенцев. Тогда прибыло около трех тысяч черноморских казаков. Они начали обживать здешние места и стали защищать южные рубежи государства. С тех пор Тамань называют колыбелью кубанского казачества. Сегодня здесь собрались 200 молодых людей из восьми казачьих обществ, от Донского до Оренбургского. Кто-то из них потомственный казак, а кто-то сам заинтересовался культурой и традициями родной земли. Евразийский форум для юных казачат – это возможность увидеться с единомышленниками и обменяться опытом. Мы можем сказать, что у нас все замечательно и прекрасно. Да, у нас хорошо, но может быть еще лучше. Поэтому идеи, которые мы записываем под карандаш, это то, что касается непосредственно развития молодежных организаций конкретно в каждом взятом войске. Я думаю, что большой ценностью, наверное, для всех казаков являются принципы казачьего единства, которые декларируются на этом форуме. И мы надеемся и думаем, и хотели бы подружиться с представителями других войск, обменяться лучшими практиками работы. Мы все занимаемся в одном направлении идем. Разница только в том, кто какой уровень уже занимает. У кого-то развито дошкольное образование, да, уже задействовано. У нас в Оренбургском войсковом казачьем обществе это пока на зачаточном этапе. На таких летних сборах предусмотрены образовательные и духовные программы. Утро казачат начинается с молитвы, а дальше семинары и познавательные экскурсии. График на неделю расписан по минутам. Официальный старт форуму сегодня дали глава Кубани, Мениамин Кондратьев и председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. Мы должны действовать вовремя для того, чтобы сохранить сегодня дух казачества и патриотизм в народе, который пришел на эту землю. Кстати, вот мы специально собрали вас в Натамане. Натамане – это первая земля, на которую уступили кубанские казаки 227 лет назад. Вот с этого именно места начиналось кубанское казачество. Они вступили на эту землю, поверили в эту землю со своими детьми. Вот вы просто представьте себе, насколько мощные были наши предки. Мы сегодня гордимся нашими предками, но мы гордимся прошлым. Я бы хотел, чтобы наши дети, наши уже последующие поколения, тоже нами гордились. Я очень надеюсь, дорогие наши молодые казаки, что именно вы станете в будущем казачества образованные, патриотичные, профессиональные и духовные люди. О том, как сегодня в 21 веке развивается казачество на Кубани, наглядно говорят цифры. За последние три года больше 10 тысяч молодых казаков и атаманов пополнили ряды кубанского войска. А в кадетских корпусах казачьих классах сегодня обучается около 90 тысяч детей. Продолжатели славных традиций они с ранних лет понимают. Казак – это не просто носить яркую форму, но и быть членом одной большой семьи, которая не бросит в беде и не предаст свою историю. Образ жизни казака должен быть не только на службе, но и в жизни. Это очень важно. Поэтому, конечно, хотели бы, чтобы вы выросли настоящими лидерами. Вы должны вырасти теми, кто поведет за собой молодежь, ваших сверстников. В целом будет примером жизни для других, для окружающих. И тогда, на самом деле, может, будет меньше говорить для того, чтобы люди по-настоящему поверили в казачество и казаков. Приходить на помощь – это не просто слова, это должен быть принципом вашей жизни. Прийти на помощь тому, кто просит, кто нуждается. Просто подавать пример. Своим образом жизни, другим. Просто подавать пример. Главная задача казачества сегодня – защита народа и своего отечества. Кубанские казаки с честью выполняют эту работу. Патрулируют улицы, охраняют школы, детские сады. Единственное в России не несут службы на пограничных заставах. Также в крае появился союз казачьей молодежи. Они помогают ветеранам и инвалидам, берут под попечительство детские дома. Таким опытом уже заинтересовались в других регионах. Именно здесь очень мощные, сильные исторические казачьи корни. И здесь они познакомятся с храмом Покрова Престой Богородицы, который построили казаки в 1793 году. Они поймут систему казачьего образования, непрерывного казачьего образования, которое есть только на территории Краснодарского края. Самое главное, что сегодня губернатор принял решение и предложил, чтобы вот такие форумы проводились со следующего года постоянно на Кубанской земле. Именно Таманский полуостров хранит те славные боевые традиции, которые заложили черноморские казаки. На дарованных Екатериной землях помнят и будут помнить о тех событиях 200-летней давности и передавать их в великую историю от поколения к поколению. Яна Бузычкина, Алексей Комаров, Евгений Береснев, Кубань, 24, Тимрюкский район.